МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Семь дней спорта» на телеканале «Мой город» в студии Татьяна Савельева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашей программе «До последнего шара». В Кемерове прошел турнир на кубок губернатора области по свободной пирамиде. Пушистый спорт. В Тебеньках прошли соревнования по ездовому спорту. Время собирать камни. Итоги сезона хоккейной суперлиги для Кемеровского Кузбасса. И новые вопросы от спортсменов. Четыре дня подряд мысли и взгляды всего бильярдного мира были прикованы к городу Кемерово. В столице Кузбасса прошел традиционный турнир на кубок губернатора области по свободной пирамиде. Общий призовой фонд – полтора миллиона рублей. За столами сильнейшие бильярдисты из России и ближнего зарубежья. Кому достался престижный трофей – в нашем материале. Традиционный ритуал и турнир открыт. Под сводами спорткомплекса «Арена» более 80 спортсменов. Главное оружие – киев заветная цель кубок. В борьбу вступают как молодые бильярдисты, так и опытные мастера. Разочарования и победы, взлеты и падения. Ситы отборы беспощадные. С 78 претендентов во второй этап выйдут только 8. А там их ждет великолепная восьмерка привилегированных игроков – элита мирового бильярда. Среди них кемеровчанин Андрей Фрейзе, к которому приковано внимание местной публики. Первый турнир я играл в финале, проиграл. Во втором турнире в этом губернаторском я занял третье-четвертое место. Но сейчас что остается? Первое. Либо первое, либо проиграть сразу. Действующий чемпион мира Ярослав Винокур из Украины, обладатель Кубка губернатора Кемеровской области прошлого года Юрий Пощинский и двукратный чемпион Азии Андрей Фрейзе накануне поединка встретились не за бильярдным столом. В этом чемпионате мне бы очень хотелось встретиться с Андреем Фрейзе, потому что это ваш местный кемеровский игрок, он очень силен, и знаю, как его будут здесь поддерживать, поэтому он, естественно, считается фаворитом. Пощинский как в воду глядел. На стадии 1-8 финала из борьбы выбыли три привилегированных игрока – Виджай Дранго, Александр Паломарь и Ярослав Винокур. Многие в этот вечер испытали разочарование, кроме финалистов Юрия Пощинского и Андрея Фрейза. Завершающая игра обещала стать интересной, тем более бороться есть за что. У нас Международный комитет по пирамиде победителю турниру выделил грин-карту на чемпионат мира и на чемпионат Европы, помимо квоты от своей стороны. И также призеры получают грин-карту, квоты на чемпионат Европы. Финальный поединок длился 4 часа. Сдержаны Фрейзы, эмоциональный Пощинский идут нога в ногу, демонстрируя точность ударов и акробатические элементы. Судьба поединка решилась в последней, 13-й партии. Этот финал, наверное, запомнится мне как один из самых сложнейших побед вообще в моей карьере. Поэтому, ведя 6-5 по партиям и 7 шаров на полке, проиграть, причем по ходу матча уже была проигранная партия 7-0. Андрей показал чрезвычайно собранность, концентрацию и довел до контровой. Поэтому в контры, я не знаю, каких морально-волевых, я сумел собрать 7 шаров еще с кия. Поэтому и 8-й великолепный забил. Поэтому это самая тяжелая, наверное, победа за всю вообще мою игровую практику. Отметил победу Пощинский тут же, показав зрителям настоящее шоу, подтвердив статус одного из самых зрелищных игроков. Международный турнир на кубок губернатора Кемеровской области подарил зрителям красивый финал. Побезителям и призерам право участвовать в чемпионате мира и Европы. Самое главное, эти соревнования стали хорошей традицией, которую бильярдный мир ждет с нетерпением каждый год. Татьяна Савельева, Александр Поморцев, Сергей Юрин, Константин Червяков, Андрей Лугодин. Специально для программы «Семь дней спорта». Что может быть лучше прогулки с любимым питомцем? Только соревнования с ним в одной команде. В минувшие выходные состоялся чемпионат Сибири по ездовому спорту. В Кузбассе он проводится во второй раз, но уже успел завоевать внимание зрителей и участников. Затем, как проходили соревнования, следила Дарья Березовская. Примерно в пять раз зрителей больше, чем самих участников на чемпионате Сибири по ездовому спорту в Тебеньках. В центре внимания каждая собака-участница. Однако ни вспышки фотокамер, ни бесконечные объятия зрителей не могли сбить с боевого настроя на тренированных спортсменов. Тренировки, честно говоря, отнимают много времени и сил. Желательно несколько раз на неделе. 8 марта, примерно, этого года. Без 15,9 я уже был на Динамо. И мы стартовали на эти двойки тренировочные. 8 километров. Второй раз в Кузбассе проводится такого рода соревнование. В этом году в Тебеньках. Именно Ольге Костюковской, президенту Федерации ездового спорта Кузбасса, принадлежит идея проведения такого чемпионата. Здесь она и организатор, и каюр. Сама стартует в одном из заездов. Здесь хорошая база, хорошая трасса. Здесь есть условия, потому что все равно нужны условия для проведения соревнований. Вы видите сами, как все организовано, как все сделано. Трасса хорошо накатана. Есть помещения теплые и раздевалки для спортсменов есть. Есть, где разместиться судейской коллегии. Ну, это тоже очень много значит. Организация велась около двух месяцев. Эти одноместные спортивные санки многие зрители увидели впервые. Зато, как выяснилось, все знают их название. Оно почти свое. Северное. Нарты. Ну, а бегать в них предстоит любимцам зрителей. Всего их представлено около шести пород. Это и сибирские хаски, аляскинские маламуты, долматины, восточноевропейские овчарки, якутские лайки, риджбеки и даже есть один миттельшнауцер. Чемпионат собрал спортсменов со всей Сибири. Приехали участники из Новосибирска, Барнаула, Новокузнецка, Томска, Омска. Всего более 50 каюров и 120 собак. Ради азарта, победы и хорошего настроения участники один за другим брали штурмом 5-километровую трассу. Оксана Зябрина приехала из Бийска, серьезно настроена на победу. Участница и ее питомцы поборются во всех соревнованиях чемпионата. Сейчас у нас поголовье хасок 8 штук. Сегодня мы привезли в Кемерово 7. То есть мы участвуем в трех дисциплинах. Вот четверка пробежала. Сейчас наш лыжник Бийский тоже стартует с нашей собакой в скиджуринге. И я еще буду стартовать на двух собаках. Собаке тяжело дышат, сказывается весна. Но это не повлияло на рвение к победе каждой упряжки. И все гонки прошли успешно. Победители получили заветные подарки, кубки и вкусный корм для питомцев. А кто-то увез домой диван. Как бы то ни было, но чемпионат Сибири по ездовому спорту состоялся. Порадовал спортивными успехами судей и пушистыми спортсменами зрителей соревнований. Дарья Березовская, Константин Черевяков. Специально для 7 дней спорта. Мандарины считают по весне. Сезон хоккейной суперлиги для Кемеровского Кузбасса завершен. Для игроков, тренеров и фанатов настало время подведения итогов и подготовки к новому чемпионату. Аркадий Кемеев вспоминает путь Кузбасса по скользкому льду хоккейного сезона и анализирует успехи и неудачи Кемеровского клуба. Первые игры Кузбасса как будто предопределили весь дальнейший ход чемпионата. Боевая ничья с грозным московским «Динамо», трудная победа над Кировской родиной, а затем и вовсе неожиданное поражение от Сипсельмаша. Сезон 2011-2012 получился для кемеровчан неровным. Сплошная череда взлетов и падений. Это объясняется все тем же, что на протяжении полтора года команда потеряла 8 ключевых игроков. И сложно было показывать на протяжении всего чемпионата. Стабильную игру, потому что где-то лидеры команды уставали, спад был физический, и поэтому игры такие были неяркие. Неровный характер сезона подтверждают и цифры. По количеству забитых мячей Кузбасс занимает солидное пятое место в лиге – 162 гола. Но по количеству пропущенных кемеровчане тоже на пятом – 136 мячей. Больше пропустили только команды из глубокого подвала Суперлиги – Уральский трубник, Волга, Родина и Мурман. Нам не хватает группового отбора. Вроде бы ребята, некоторые есть и сильные, как защитники в обороне. Но не хватает нам, чтобы группа игроков включалась, занимала позиции вовремя. Очень, как бы сказать, не дисциплинированно мы и долго переходим, что от обороны в атаку, что из атаки в оборону включаемся. Этого нам не хватает. Отсюда очень много пропущенных мячей. Вообще, цифра 5 в этом сезоне стала для Кузбасса знаковой. В таблице регулярного чемпионата кемеровчане финишировали тоже пятыми и по итогам плей-офф эту позицию сохранили. Кому-то пятое место может показаться не лучшим достижением для клуба, привыкшего считать себя элитным. Но те, кто постоянно следит за черно-оранжевыми, считают иначе. Я ожидал в начале сезона худшего выступления, потому что у нас ситуация такая, обновление идет, причем обновление как по игрокам омоложения, так и по тренеру, молодой тренер, неопытный. Но моих вот эти ожидания, слава богу, не оправдались, и мы заняли очень приличное место. Когда в клубе происходит смена поколений, очень важно иметь в составе сильного опытного игрока, который станет лидером на площадке в раздевалке и поведет за собой молодежь. У молодого поколения черно-оранжевых с примером для подражания все в порядке. Павел Рязанцев наколотил 62 мяча за сезон. Правда, капитан признался, от партнеров ждал большего. От молодых всегда большего ждешь, потому что говорят, вот у нас молодые, перспективные, но по большому счету играет пока только Егошин, остальные даже близко не подходят. Так что все в их руках, нужно больше работать, заниматься. Как бы то ни было, сезон смены поколений Кузбасс провел вполне достойно, не скатившись в турнирный подвал и не тратя бешеных денег на поддержание имиджа. Несмотря на ряд досадных поражений, мы не раз наблюдали команду бойца, не однажды трепавшую нервы фаворитом. Каким станет следующий чемпионат, загадывать рано. Но можно не сомневаться, интересный хоккей Кузбасс нам гарантирует. Аркадий Кемеев, Константин Червяков. Специально для программы «Семь дней спорта». Радость движения женщинам хочется ощущать и в интересном положении. В период беременности внимание необходимо уделять и маме, и малышу. Спортивный комплекс «Лазурный» предлагает направление «Буду мамой». На занятиях побывала наша съемочная группа. Персональный инструктор Анна Синкина – дважды мама. Во время беременности ритм жизни не меняла. Напротив, активно занималась гимнастикой. Девушка признается, если бросала тренировки, чувствовала себя менее бодро, а организм требовал физической нагрузки. Заниматься обязательно нужно, потому что на организм женщины в этот период как раз ложится большая нагрузка, и как раз тренировки направлены на то, чтобы эту нагрузку снимать. По словам специалистов, у женщин, которые ведут активный образ жизни во время беременности, процесс родов и восстановления после них проходит быстрее. Никаких резких движений, прыжковых упражнений, глубоких наклонов, приседаний и выпадов во время тренировки. Под чутким руководством инструкторов упражнения, направленные на то, чтобы мышцы работали, но без чрезмерной нагрузки. И, конечно, стрейчинг, чтобы снять напряжение, особенно с мышц спины. Самое главное – ориентироваться на внутренние ощущения. Во время тренировки за счет правильного дыхания я почувствовала, как организм обогатился кислородом. Конечно, здесь не лес, но все равно правильное дыхание приводит к тому, что ты чувствуешь, что как-то свежо становится внутри, потому что организм правильно насыщается кислородом. По словам будущих мам, большое внимание для них имеет уютное пространство, где проходят занятия, и, конечно, индивидуальный подход. А еще интересные упражнения и приятная музыка. Здесь у нас особая атмосфера, общие интересы. В общем, поделиться можем, поговорить до, после тренировки и во время тренировки. То есть чувствуешь, что ты не одна, и все вместе гармонично выполняем упражнения. Беременность для женщины – время, когда ей особенно хочется чувствовать себя привлекательной и оставаться бодрой. Для этого спортивный комплекс «Лазурный» приглашают посетить группу «Буду мамой». Ксения Еременко, Татьяна Савельева, Георгий Головин. Специально для программы «Семь дней спорта». Кемеровские спортсмены задают вопросы своим болельщикам в программе «Семь дней спорта». В прошлом выпуске игрок хоккейного клуба «Кузбасс» Алексей Мисоедов спрашивал, какое животное является талисманом кемеровского клуба. Узнаем ответ. Правильный ответ – рысь. Поздравляем победителя. Одиннадцатый. Правильно на вопрос ответила Екатерина Шарапова. В подарок от хоккейного клуба «Кузбасс» она получила шарф. Следующее задание для знатоков волейбола. Привет всем любителям волейбола. Я Вячеслав Махортов. Внимание, вопрос. Кто самый высокий игрок в волейбольном клубе «Кузбасс» и какой у него рост? Отвечайте правильно на вопрос, присылайте варианты на адрес электронной почты 7собакамойгород.тв. Тот, кто правильно ответит и окажется девятым, Вячеслав Махортов выступает под этим номером, получит в подарок от волейбольного «Кузбасса» настоящий набор болельщика – кружку, календарь и шарф с символикой команды. Присылайте свои варианты ответов на вопрос, кто самый высокий игрок в волейбольном клубе и какой у него рост. Напомню, адрес 7собакамойгород.тв. Имя победителя назовем в следующем выпуске программы «Семь дней спорта». Если вы хотите рассказать о своих победах, о чемпионах, которые живут рядом с вами, звоните к нам в редакцию по телефону 45-23-93. Все самое интересное о спортивной жизни Кемерово смотрите в программе «Семь дней спорта» и каждый будний день в новостях. До встречи на телеканале «Мой город» и болейте за наших! Семь дней спорта «Мой город» и болейте за наших!